Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, 25 июля, и Церковь предлагает нам сегодня к нашему внимательному рассмотрению для нашего назидания отрывок из первого послания Коринфянам апостола Павла, 10 глава, с 5 по 12 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами читать первое послание апостола Павла к Коринфянам, где он рассуждает на тему самоуверенности некоторых христиан в коринфской общине. Для начала стоит сказать несколько слов о методе, который использует здесь апостол Павел. Дело в том, что он здесь на протяжении всего этого отрывка ссылается на Ветхий Завет и говорит о том, что то, что происходило в Ветхом Завете, это было как образы, которые были описаны в наставлении нам, то есть коринфской общине, и вообще последующим поколениям, достигшим последних веков. Последних веков апостол Павел говорит здесь о том, потому что здесь говорит о последних веках, потому что было эсхатологические ожидания в это время. Мы уже говорили об эсхатологии, мы говорили о том, что послание Коринфянам было написано где-то в 50-х годах I века, и тогда христиане жили в ожидании второго пришествия Иисуса Христа и ближайшего кончины мира, кончины века сего и наступления близкого прихода Небесного Царства во всей его полноте. И поэтому он и пишет о том, что описано нам в наставления, достигшем последних веков. И апостол Павел использует здесь типологическое толкование. Он переносит образы Ветхого Завета на коринфскую общину. Это своеобразная герменевтика того времени, которая в различные эпохи тоже использовалась, и это один из методов толкования Священного Писания, потому что их существует несколько. Это аллегорическое, типологическое, тропологическое, и еще есть несколько толкований. И мы же с вами занимаемся именно экзегезой. Экзегеза отличается от герменевтики тем, что если переводить слово экзегеза с греческого языка, он состоит из нескольких. Это составное слово. И если мы его будем дословно переводить, это значит выведение смысла. Выведение смысла и в том смысле, что мы пытаемся понять, что апостол Павел хотел сказать конкретным людям в конкретном историческом контексте. А вот как это применить в нашей жизни, этим занимается уже герменевтика, которая уже проецирует результаты экзегезы на нашу повседневную жизнь. Мы же с вами пытаемся сделать некий микс, некое соединение, но в основном мы занимаемся, конечно же, экзегезой, понять, что апостол Павел хочет сказать конкретным людям конкретной общины. А вот герменевтика, она уже присутствует зачастую в творениях святых отцов, к которым мы должны, конечно же, приобщаться. Но вернемся к посланию. Итак, апостол Павел здесь ссылается на Ветхий Завет. И он говорит о том, что не всем благоволил Господь в пустыне. Мы помним из Ветхого Завета, что Господь хранит израильский народ, когда он выходит из Египта. И на протяжении всей истории израильского народа он так или иначе защищает свой народ. Но апостол Павел здесь как раз-таки акцентирует на то внимание, что не всегда и не во все времена так было. И что вхождение человека в общество спасаемых людей не гарантирует еще абсолютное спасение. И поэтому он приводит как раз-таки примеры из Ветхого Завета, когда богоизбранный израильский народ оказался в положении наказуемых за те или иные преступления и перечисляет их. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, то есть из тех израильтян, из того народа Божия, который путешествовал по пустыне. И приводит здесь цитату из Священного Песня. Народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в день, и в один день погибло их 23 тысячи. Здесь апостол Павел ссылается на книгу чисел. Это 17 глава, где повествуются о гибели, но не 23 тысяч, а 24 тысяч. И здесь мы сталкиваемся как раз-таки с цитацией Ветхого Завета в Новом Завете. И апостол Павел, скорее всего, ошибается, то есть, ну, очевидно, что он здесь ошибся на одну тысячу. И это, скорее всего, происходит потому, что он цитирует это по памяти. Мы помним о том, что когда апостол пишет свое послание, он не садится за стол с пером и не размышляет часами над каждым словом. И это не то письмо, которое пишется сегодня. Дело в том, что раньше письма не писались. И это было для людей, в принципе, нетрадиционным. Это не было частью культуры написание собственноручного письма. Для этого существовал особый институт писарей, которые ходили и продавали свои услуги. Также на улице, как мы можем сейчас встретить, на улице города продают кофе или же мороженое. И также стояли писарей, которые предлагали свои услуги. И, конечно же, у апостола Павла из числа христиан, которые уверовали, тоже были друзья, знакомые, близкие его сотрудники, которые помогали ему на всем протяжении его жизни и в тех или иных местах, где он оказывался. Всегда оказывался писарь, который мог записать за апостолом Павлом его слова. И апостол Павел надиктовывал свои послания. И здесь же он, надиктовывая послания, ходя из стороны в сторону, мы можем себе это представить, а писарь, используя свое писарское искусство, стенограммы, записывал и потом расшифровывал, скорее всего, эти записи. И апостол Павел в конце просто ставил свой автограф, что это действительно он своей рукой. И здесь он, скорее всего, цитирует по памяти, и не было возможности, не было так распространено свитков священного писания. И дело в том, что это мы сейчас имеем кодексы книги вот такого плана, вот такого плана книги. Раньше священное писание записывалось в свитках. И чтобы достичь определенного уровня, не уровня, а определенной главы, нужно было размотать очень много текста. И поэтому апостол Павел не прибегал к такой прямой цитации, он не искал эту ссылочку подробную. И он, естественно, возможно, уже запамятовал и приводит не 24, а 23 тысячи из книги чисел 17 главы. И здесь он говорит как раз-таки о том, что израильский народ роптал, блудодействовал и был идолопоклонником. Блудодействовал именно в духовном смысле. Это идолопоклонничество и блудодейство в духовном смысле это две крайности одной и той же сущности. То есть это измена Богу, как супружеская измена, так и здесь измена Богу, когда люди кланяются идолам, несуществующим богам. И как раз-таки апостол Павел здесь напоминает о том, что не должно быть такого в коринской общине, и они не должны думать, что они уже спасены, а должны блюсти себя в вере Христовой и твердо стоять во Христе. Дорогие братья и сестры, будем молиться и обращаться к Господу, помня о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...